Всем привет, с вами Сергей Вспышка. В этом видео вы узнаете чуть-чуть о другой стороне моей деятельности на ютубе, не игровой, а также хорошую, добрую историю о чуде. Узнайте о том, с чего начинался фильм «28 панфиловцев», снятый на деньги людей, которые захотели увидеть фильм о подвиге народа, поверив в идею о том, что создать высококачественную полнометражную картину возможно. С небольшим для кинематографа бюджетом на народные средства. Те, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я был на первом премьерном показе в Петербурге, и я много раз отвечал на вопросы в стримах, как фильм. Но мало кто знает, что мне довелось быть причастным не к съемкам, но к распространению информации о фильме уже в далеком 2013 году, когда мой хороший знакомый Михаил Федоров, он же небезызвестный завхоз в игровых кругах, позвонил и сказал, что хочет познакомить с режиссером и сценаристом Андреем Шалепой, с целью проконсультироваться по поводу Ютуба и продвижения тизера фильма Андрея. Фильм должен был называться «28 панфиловцев». На тот момент, в мае 2013 года, был сценарий, тизер, снятый на личные средства и желание показать народу, что хочется снять. Беседа длилась более двух часов, Андрей поделился планом, Михаил описал идею со сбором средств на кино и, признаюсь, меня зацепило. Идея показалась мне слегка безумной, но хорошей. Кино для людей. Почему бы и нет? Я подтянул блогеров, с кем имел контакт для распространения этого тизера, и пошаманил над их каналом. В первую неделю тизер собрал около 50 тысяч просмотров, что для 2013 года отличные цифры. После пошла тяжелая артиллерия в виде поддержки портала Опер.ру хорошего друга Михаила Дмитрия Юрьевича Пучкова, многим известного как Гоблин. За неделю ролик собрал более 120 тысяч просмотров, люди узнали и захотели увидеть это кино. В итоге тот тизер увидели более миллиона человек. После начался сбор средств на разных платформах для стартапов, где заявленные первые 300 тысяч рублей собрали за один день. Грянул кризис, но люди шли помогать. Из министерств различных стран, исторических кружков, корпораций, простые люди, более 35 тысяч человек дали деньги на кино. Итог вы знаете. 24 ноября во всех кинотеатрах. Кстати, если вы хотите испытать удачу, то репостите эту запись ВКонтакте. Я устраиваю розыгрыш 20 билетов на фильм «28 панфиловцев». 10 победителей получат по 2 билета для себя и своего друга. Победители определят рандом 24 числа в 18.00. Розыгрыш только на территории РФ. В других странах мои друзья не смогут купить вам билеты онлайн. Компенсации выигрыша деньгами не предусмотрено. Если вы чего-то не расслышали, прочтите описание под этим видео. Обратите внимание на даты и сроки. И удачи. Что ж, свою историю я рассказал. Все это вступление перед самым интересным интервью с автором сценария и идеей фильма Андреем Шалепой. Человеком, который пообещал снять хорошее кино и сдержал свое слово на 100%. Этому интервью без двух недель год. Поводом был первый трейлер, который посмотрели более полутора миллиона раз на ютюбе. Трейлер, не тизер. Уже были закончены съемки и смонтированы первые черновые версии фильма. Но Андрей еще не знал, будет ли кино в широком прокате. Получится ли его вывести на широкий экран, либо он будет расходиться иным образом. Пришло время вернуться назад и услышать его ответы на мои вопросы. Надеюсь, будет интересно. Если так, то поддержите это видео пальцем вверх и расскажите о нем друзьям. А сейчас оставляю вас с моими вопросами и ответами Андрея. Начну буквально сразу задавать тебе вопросы, поэтому я скажу тебе привет. Хорошо, привет. И первый мой вопрос звучит следующим образом. Вышел 16 ноября, как ты и обещал, трейлер. Что этот трейлер обозначает? Что это просто отсечка, либо вы на финишной прямой создание фильма? Ну, вообще трейлер это очень важный этап в моменте создания картины. И это, безусловно, это все те слова, которые ты сказал. То есть это и отсечка, это и очень символичный такой момент. И это, безусловно, момент маркетинговый. Собственно говоря, в трейлере... Трейлер это такой ролик, который, по идее, должен показывать то, что из себя будет представлять будущее кино. И на самом деле, я так думаю, и рано или поздно это случится, трейлер увидят зрители, которые ничего не знают о нашем фильме. То есть это просто они увидят это как ролик, рекламирующий будущее кино. Да, но потом, рано или поздно, он появится на телевидении или в кинотеатрах. И люди, которые даже не ходят в интернет, его увидят. Поэтому они должны понимать, о чем это будет кино. И мы постарались, это была такая задача у нас, мы захотели, чтобы трейлер... И чтобы впечатление, которое создается у зрителя, было такое. Это кино про битву, про подвиг. И мы туда вложили то, что, так сказать, смогли. Ну и, безусловно, конечно же, все-таки в трейлере должны быть кадры какие-то яркие, впечатляющие. Чтобы было понятно тебе на уровень. То, что называется production value. То есть это как бы вес, стоимость того, что люди увидят. И мы тоже попытались это показать. Сразу скажу, что какие-то самые жирные, самые вкусные какие-то моменты мы не стали вкладывать в трейлер, потому что обычно это... Ну, а смысл? Ну, обычно люди видят это в трейлере, а потом они приходят в кино, а в кино их уже не удивляет. Поэтому мы по этому пути не пошли. Кроме того, я хочу сказать очень важную вещь, что чаще всего, чаще всего, трейлеры делаются так. Компания занимается производством фильма, а производство трейлера отдает на сторону. У этого есть две причины. Первая, во-первых, если делать трейлер самим, это сильно очень тормозит производство картины, потому что это очень объемная работа. Во-вторых, потому что компании, которые делают трейлеры, у них уже есть наработанная технология, они уже это делать вроде как умеют, делают это, значит, хорошо. На самом деле, у меня мнение другое. То есть я считаю, что трейлер должен делать создатели фильма, потому что компании, изготавливающие трейлеры, делают все трейлеры под одну гребенку абсолютно одинаковыми. То есть если мы идем в кинотеатр, и нам показывают рекламные ролики в начале, то это абсолютно по одному лекалу, сделанные ничем до друга не отличающиеся рекламные ролики. Ты просто вот уже прям понимаешь, что это будет за фильм от начала до конца? Даже не то, что ты понимаешь, что это будет за фильм, а то, что это стремится все фильмы под одну гребенку. То есть рекламные ролики, они как бы используют, эксплуатируют одну и ту же составляющую эмоционального зрителя. Вот здесь должно быть страшно, здесь непонятно, здесь громко, здесь какая-то нарезка, здесь там барабанная дробь. Поскольку у нас необычное кино во всех отношениях от начала до конца, то мы хотели, чтобы и трейлер не как-то отличался. И поэтому мы придумали собственную концепцию, но при этом постарались, чтобы как-то пройти посередине. Чтобы она, с одной стороны, все-таки, чтобы он выглядел как рекламный ролик фильма, но при этом, чтобы это было по-другому. И поэтому, если наш трейлер посмотреть в череде других, разница будет очень ощутима. В общем-то, многие зрители, которые впоследствии и постили у себя в соцсетях, отправляли друзьям, они, как мне кажется, зацепились именно за это. Трейлер выбивается. Да. Из общей массы, в том числе и за счет эффекта. Весь фильм будет вот такой, небольшой был оттенок в трейлере и в предыдущих такой нуар, я бы его так назвал. Ну, не знаю, может, это неправильное слово, но ощущение такой напряженности. Фильм будет такой, конечно же, не весь, потому что мы рассказываем историю о героях, но нам надо, чтобы люди успели этих героев полюбить. Конечно, героев достаточно много. Все-таки фильм о 28 панфиловцах, поэтому, в принципе, лица мы показали всех панфиловцах. Конечно, мы не можем рассказать равнозначно о всех 28, поэтому, конечно, мы выделяем какую-то группу наиболее такую яркую, которые главные, можно сказать, персонажи. Но главного героя нет. Есть главные герои, которые воюют. И нам, конечно, нужно было, мне, как сценаристу, мне нужно было сделать так, чтобы, с одной стороны, эти герои от начала до конца были такими выпуклыми и такими монументальными, а с другой стороны, чтобы они были живыми людьми, симпатичными, привлекательными, на которые хочется посмотреть. К слову сказать, это очень мужское кино. Там нету вообще, ну, так скажем, нету женских линий и нету любовной никакой линии, романтической никакой линии нет. Потому что я считаю, что она совершенно неуместна в этой истории. Ее не было и в «Легенде», и нет ее и у нас. Но это не значит, что этот фильм не интересен для женщин, потому что, как мне кажется, женщины с удовольствием посмотрят на сильных мужчин. Я уверен, что, конечно, основной аудиторией будет мужская аудитория, но сходить на это кино вместе с женой или с подругой, я думаю, это вполне будет получаться. — Ты сказал слово «легенда». Многие воспринимают эту действительно историю о 28-ми панфиловцев как легенду. Кто-то абсолютно уверен, что это подвиг. Я был в Алматы, я был в парке имени 28-ми панфиловцев. Там не было ощущения, что это легенда. Там было абсолютно четкое ощущение, что это были, это правда. И последние новости, когда читаешь, то постоянно проскакивает вот этот инфоповод о том, что нет, этого не было. Какое твое мнение по этому поводу, насколько можно сейчас, в 21 веке, в 15-16 году, говорить о том, что что-то было или чего-то не было во времена, когда действия в 40-е, в 45-е годы, там было огромное количество событий. Каждый день что-то происходило на протяжении всех фронтов. Насколько можно говорить, что чего-то не было вдруг, когда люди об этом доносят? Первое, что я хочу сказать, я не зря употребил слово легенда, потому что легенда, это не значит, что этого не было. Есть, например, Гагарин, это тоже легенда, это человек-легенда. И легенды складываются всегда на основании событий, которые без сомнения происходили. Вот как раз именно потому, что нет никаких документов, огромное количество подвигов не задокументировано, они из уст в уста рассказаны. О них слагаются легенды. О подвиге 28 панфиловцев сложена легенда. И, кстати, сказать, наш фильм, это тоже очередная легенда, сложенная на основе вот этого события. Потому что надо понимать, что это фильм художественный, и я не видел этих людей, но, тем не менее, я написал все диалоги, я их выдумал сам, предполагая, как они могли говорить. Безусловно, это кино, это легенда. Но события, на основании которых эта легенда придумана и рассказана, они без сомнения были. В этом вообще нет ни малейшего сомнения. Причем, более того, я хочу сказать, что я думаю, что они были очень похожи на то, что описано, и на то, что у нас в кино. Тому есть масса всевозможных оснований, чтобы так полагать. Очень много оснований. Более того, оснований полагать, что так не было, на самом деле нет. То есть, вот эта вот история о том, что это все симпатизациях не было, ужасность ее заключается в том, что тот, кто в первый раз сделал это, что называется, вброс, и он просто безответственно очень это сделал, это распространилось, так сказать, в информационном пространстве. И люди... В интернете еще быстро. В интернете мгновенно. И люди, грубо говоря, вот, например, сравнительно недавно была публикация, был распространен скан документа, выписку, справка доклада из дела о 28 панфиловцах. Самое ужасное не в том, что он был распространен, это давно известный документ, его все хорошо знают. Самое ужасное были заголовки, потому что заголовки были такие. Открылась правда о том, что не было 28 панфиловцев. Я думаю, что 90% пользователей интернета читают заголовок, и все. И они видят какой-то документ, который приведен, в лучшем случае прочитают начало, и они даже не пытаются его изучить. Если бы люди этот документ просто прочитали, то они пришли бы к выводу, что этот документ никак абсолютно не опровергает подвиг. Более того, он даже его подтверждает. Там есть строчки, из которых становится очевидно, что все на самом-то деле было. И вообще говоря, это дело военной прокуратуры, оно вообще заводилось не для того, чтобы подвиг этот там как-то оспорить. Причина у него была совершенно другая. Причина была такая, что шестеро героев осталось в живых, как выяснилось, и нужно было понимать, дать им звезды героев, они были посмертно награждены, или не давать. Кстати, дали. Поэтому вообще у меня отношение к истории такое. История — это наше отношение к ней. Доказательств тому, что что-то в истории было, чего-то не было, нет и не будет. Потому что документы, исторические документы, это не доказательства того, что было то или иное событие. Исторический документ — это всего-навсего документ с описанием. И можно с уверенностью сказать, что есть такой документ и есть такое описание. На основании этого можно сделать гипотезу. И вообще задача, вообще историки, они всегда интерпретируют прошлое, исходя из документов. У них всегда есть некий коридор, в котором они могут интерпретировать. Коридор этот весьма широкий. Дело историка, как к этому относиться. Ну и наше дело, конечно. Поэтому историю, мы ее сами формируем, и все. А огромное количество вещей — памятник. Памятник герою. Это высокий, статный, красивый человек. В жизни он наверняка был другим. Так устроены все памятники. Но задача памятника не в том, чтобы показать, какой человек был при жизни, а в том, чтобы сформировать абсолютный образ его нравственного выбора. Вот он, герой. Вот так выглядел он в тот момент, когда совершал подвиг. Он был прекрасен. И в этом роль памятника. Точно такая же роль у легенд. Точно такая же роль. И когда подвиг превращается в легенду, и о нем начинают рассказывать с поколения в поколение, он перестает принадлежать истории. Это культура. Культурное событие. Ты говорил в самом начале о том, что твой фильм не имеет любовных линий, и твой фильм про все-таки любовь, но к родине. Удалось ли снять именно такое кино? Да. Я не знаю. Это сможет сказать только зритель, который его посмотрит. И более того, мне самому это станет понятно, когда я посмотрю это рядом со зрителем. Я кино уже много раз посмотрел, оно давно уже смонтировано, и мы его регулярно смотрим по новой, потому что оно обрастает все новыми и новыми качествами, и какими-то картинками, звуками, музыкой и прочим. И мне нравится то, что получилось. Мне кажется, что получилось отличное, лаконичное, точное, и отчасти простая, и глубокая в то же время история, как мне кажется. Но насколько нам удалось донести то, что мы вкладывали в это, это, к сожалению, скажет только, ну или к счастью, это скажет только зритель. Посмотрим. Мне кажется, что получилось здорово, честно говоря. Вопрос такой чисто танкистский. Какие танки присутствуют в фильме, и на что может полюбоваться по-настоящему танкист-игрок? Понятно, понятно. Это отличный вопрос. Это отличный вопрос. Значит, танки, вообще, это наша, как бы, сказать, гордость, потому что это 41-й год. В 41-м году было значительно меньше модификаций немецких танков, чем к концу войны. В принципе, ранних модификаций на ходу практически не сохранилось. Есть, в Кубинском музее сейчас поставили на ход старую тройку. И факт, что ее как бы дадут. Ее, может быть, она никогда не ездила до этого и нигде не снималась. Тем более, уже съемки запрещены. Нет, мы вообще вели переговоры с Кубинским музеем, и более того, раньше там работал директором музея Андрей Валерьевич Сороковой такой, и у нас с ним была очень давняя договоренность, мы с ним очень давно познакомились, еще когда не было никаких предпосылок, что у нас будут деньги. Я ему давал почитать сценарий, рассказывал, значит, о нашем фильме, и он сказал, я тебе помогу. Но тогда речь шла только о четверке. Кубинская четверка, как известно, это четверка поздняя, с длинным стволом и вообще, так сказать, отличающейся. Нам нужна была четверка модификации никак не позднее F1. Для этого, для того, чтобы, значит, у Кубинской четверки это другая маска, другая пушка, в общем, она отличается капитально. Ее снимали и Месхев снимал, пытался там немножко ее там подшаманить, свинчивали дульный тормоз, сдвигали пушку, чтобы она была покороче, но все равно видно, что эта пушка не окурок, а что это в общем маска другая выдает. Но тем не менее, надо сказать Месхеву, что все-таки молодец, что он хотя бы это сделал. Михалков, эта четверка снималась вообще во всех фильмах про войну, она всегда изображает танки разных эпох, но танкисты, люди, которые там разбираются, конечно, видят, что это поздняя четверка. Мы этого допустить не могли никак. У нас уже очень сильно подготовленная аудитория. Конечно, конечно, аудитория, более того, аудитория это очень широкая. И каждый раз, когда люди, которые разбираются в танках, видят кино, где есть танки, я уверен, что каждый раз они испытывают разочарование. Во всех фильмах, где есть танки. Даже таких замечательных, как Брестская крепость, мы все равно видим БМПшки, на которых, значит, сделаны муляжные башни. Это невозможно. Мы не могли себе это позволить в принципе, потому что в нашем фильме очень много экранного времени танки, и испытывать это разочарование, это было просто невыносимо. Мы бы и сами его испытывали бы. Поэтому мы пошли другим путем, и танки у нас, модификации танков у нас такие, как надо. Но поскольку мы не могли себе позволить сделать прям там, ну, все модели, которые были, сделать и ПЗ-2, и мы не стали заморачиваться с танком ПЗ-38Т Прага, потому что лишь по одной причине могли бы сделать и его, но это очень маленький танк, и с точки зрения чисто художественной выразительности, на мой взгляд, он не очень выразительный. Хотя и мы знаем, что они там в 41-м году были под Москвой, но поскольку под Москвой были и четверки, и трешки немецкие, то мы сделали ставку на эти танки. Поэтому в принципе у нас из модификации всего две модификации танков это значит немецкие ПЗ-3 Ausf-E и Ausf-H и четверка F-1. Вот, Но они соответствуют в принципе своим модификациям весьма точно. Вот. Как вы записывали звуки выстрелов данных танков? Потому что аудио составляющие помимо визуальной также очень важно. Да, но есть нюансы. Если танки игроки например да онлайн игр Да, они постоянно то что называется вайнят по поводу того что их танки стреляют не как танки а какие-то пищали. Вот. Так вот я хочу сказать что игроки танков конечно видели модификации но вряд ли кто-то из них слышал настоящий выстрел танка немецкого. Надо сказать что настоящие выстрелы пушек которые стреляют с снарядом они как ни странно гораздо менее выразительные чем выстрелы холостыми холостой выстрел гораздо громче вот выстрел с снарядом гораздо тише но есть хочу сказать что в кино есть одна особенность в кино вообще должно быть не столько правдоподобие сколько ощущение правдоподобия то есть грубо говоря если в кино поставить настоящий звук записать его и поставить да он будет соответствовать вроде бы примерно тому как должно быть но это будет это не передаст ощущение которое испытывает человек в которого стреляют а нам нужно передать например это ощущение или например когда солдат стреляет в немецкий танк он тоже слышит как голос своей пушки но это совсем другое ощущение то есть выстрел из твоей пушки в немецкий танк это приятный звук выстрел в тебя это крайне неприятный звук и к сожалению это не выразить просто записью звука для этого требуется некий дизайн звука то есть эти звуки должны быть соответствующим образом придуманы и обработаны это целая творческая задача я это говорю к тому что конечно же ребята которые занимаются у нас звуковыми спецэффектами они вообще очень любят записывать звуки но этого мало этого недостаточно нужно придумывать составляющие дополнительные это огромная жутко интересная работа кстати это касается не только выстрелов танков это касается и взрывов и пулевых попаданий и выстрелов любого оружия и в общем всех эффектов звуковых а скажи как создавались визуальные эффекты была использована графика или это была натура по трейлерам есть полное ощущение что там земля просто клочьями летит и это реальные взрывы пиротехника у нас вообще нет графики у нас вообще нет графики у нас вообще нет графики у нас все что мы могли снять на натуре включая взрывы об этом даже речи не идет взрывы конечно же снимались настоящие вот и причем если это попадание там допустим 45-мметрового там да снаряда то это один взрыв если попадание там гаубицы соответственно это другой взрыв то есть пиротехники мы уничтожили просто я думаю ну в России мало проектов которые могли бы похвастаться хотя бы приблизительно таким же объемом скажут даже что думаю нет вообще вот то есть тут однозначно вообще у нас была такая задача это было решено еще на самом начале когда мы только начали придумывать фильм вот с Кимом и с нашим оператором Никитой Рождественским мы вот сидели вместе и придумали можно было придумать разную концепцию как воплотить эту идею то есть ее можно было воплотить как комикс тогда целиком нарисовать и тогда бы эстетика искусственного искусственная такая была бы тоже уместна то есть как-то город грехов примерно такое сделать а он весь искусственный но это всего одной эстетики это смотрится да а вторая кстати прекрасно смотрится в 3D с точки зрения именно эффектов они такую сделали картонные такие как бы плоские детали очень красиво ну вот в 3D вторая часть ее стоит посмотреть она прикольная но в какой-то момент мы пришли к выводу что пожалуй для нашей истории это не подойдет и мы подумали что здорово было бы вообще снять все целиком по-настоящему целиком все снять нигде не врать и мы этой идеей значит увлеклись и постепенно стали в этом направлении думать и в итоге так и получилось то есть все что мы снимали мы снимали максимально по-настоящему чтобы максимально мало править кадр единственный нюанс который у нас есть это то что у нас танковое сражение и у нас очень много комбинированных съемок Но эти комбинированные съемки — это настоящие съемки, там нет 3D-графики, мы ее не используем. Мы используем настоящую модель, которую мы снимаем в настоящих условиях, у нее по-настоящему на ней лежит грязь, от нее отваливается грязь, на нее падают куски земли или что-то там, от нее идет настоящий дым. Это ничего не надо делать в графике. Вот это усложнило многократно производство, потому что для того, чтобы сделать грамотный композинг комбинированных кадров, это требуется очень кропотливый и долгий период работы. Для меня фильм «28 панфиловцев» — это, конечно, народное кино, на которое собирались средства на Кикстартере, на Бумстартере, потом появились компании, которые собственными средствами спонсировали создание фильма. Изначально ты заявлял, что 60 миллионов рублей требуется на съемки. Но только это было, когда доллар был 35-32, соответственно, это в районе 2 миллионов долларов чуть меньше. Грянул кризис, определенно экономически, вот так в мире случилось, и доллар стал 65, соответственно, получается, на данный момент бюджет фильма составляет меньше миллиона долларов. В кинематографе принято в долларах все исчисление. Как вы справились с этими трудностями? Потому как, мне кажется, все-таки кино — это элемент развлечений. Когда что-то случается глобально, кризисы, и… Да, я повторю два раза это слово. На развлечения люди тратят меньше. Во-первых, две вещи. Значит, начну с конца. Мы не вписались в 60 миллионов. Наш бюджет больше 150. Он существенно вырос. Это связано, конечно же, с тем, что доллар очень сильно подорожал. Но справедливости ради нужно сказать, что, в принципе, очень многое, что в индустрии стоило в 2010 году, когда мы этот бюджет верстали, и в 2015-м, многое не в два раза выросло, а гораздо меньше. А бюджет вырос больше, чем в два раза в рубленом эквиваленте. В огромной степени увеличившийся сильно бюджет связан все-таки не с тем, что курс доллара изменился, а с тем, что бюджет просто вырос. И вырос он по двум причинам. Во-первых, когда мы этот бюджет верстали, это делал вообще-то не я, тогда я делать это не умел. Это делал директор картины, который, причем, на нашей картине потом в дальнейшем не работал. Просто профессиональный человек, который умел считать смету на вот примерно такой продукт. Она взяла мой сценарий, весь его, значит, внимательно прочитала, перечислила. Есть просто даже софт элементарная формула в Excel. То есть она взяла количество актеров, действующих лиц, количество диалогов, в которых они задействованы. Соответственно, из этого высчитала количество съемочных смен, количество локаций, ну и так далее. И, исходя из этого, посчитала бюджет. Я его проверить даже не мог, потому что я даже не знал эти расценки. Но мне цифра показалась на тот момент, что из 60, по-моему, 2 миллиона там, на самом деле, она была. Да, он вполне реальный. Для меня это были колоссальные деньги. И мне было, в общем-то, ну, то есть я понятия не имел, как это на самом деле эти деньги тратятся. То есть мне все равно нужно было в это дело вникать. Я просто представлял себе, что, наверное, мой проект будет стоить примерно вот эти деньги. Исходя из документа, который у меня был. Когда, и надо еще сказать очень важную вещь, что бюджет этот был посчитан с учетом, он же фильм и тогда был про танковый бой. Этот бюджет был посчитан с учетом того, что мы будем снимать что-то в Кубинском музее, на там их танке. Где-то что-то там, какие-то придумаем съемки комбинированные. Но мы понятия не имели вообще объема работы. А вторая причина заключается в том, когда мы в это дело ввязались, стали объемы все более и более понятны. И к моменту съемок мы, конечно, уже гораздо лучше представляли себе вообще, как это все расходуется. И второе. Дело в том, что съемки нашего фильма состояли из трех блоков. Первый, самый маленький, это когда мы освоили бюджет в 3 миллиона, даже меньше на самом деле. Который был собран на Бумстартере. Мы тогда сняли одну сцену, это было два съемочных дня. Но съемки этой сцены предваряли целиком период препродакшена. То есть раскадровка, разработка всего кастинга, сделали пробы грима, пробы камеры, пробы всего. И затем был съемочный период, после съемочного периода был постпродакшен. То есть и звук целиком, и сцена целиком была переозвучена. Звуковые эффекты, видеоэффекты, она была покрашена. В общем, целиком все. Весь цикл. Это уже нам дало представление примерно затрата. Хотя тогда еще она была снята с гораздо меньшей группой, потому что все-таки очень маленький объем. Второй блок, который мы снимали, это был март 2014 года. Март 2014 года. Было 10 съемочных смен. И это был настоящий уже такой большой продакшен. Мы снимали, это были натурные съемки, они павильонные уже, натурные. Была большая группа. И уже отсняв этот блок, у нас было уже очень близкое представление о затратах. Но у нас было и другое представление о том, как мы хотим снимать. Именно на этом блоке мы отработали вот эту схему съемки всего по-настоящему. И дальше мы хотели снимать уже только так. И я это говорю к тому, что чем больше денег жертвовалось на проекты, чем больше мы понимали, что этот проект обретает статус народного, тем больше мы чувствовали ответственности, тем выше поднималась планка качества нашего. Если раньше мы могли себе позволить компромиссы какие-то, то чем дальше влез, тем меньше компромиссов мы могли себе позволить. И в конце концов планка поднялась настолько высоко, что мы поняли, что мы просто должны, наше кино должно отличаться по всем параметрам. И по всем параметрам оно должно превосходить кино, которое снимается в принципе у нас в стране. И вообще, так сказать, ориентиры у нас были самые высокие. И безусловно, конечно же, этот подход, он безусловно увеличивал бюджет. Но не в разы, а там, грубо говоря, я так думаю, что, наверное, если справедливо измерить курсовую разницу и общие затраты, то бюджет вырос, наверное, где-то полтора раза, может, чуть больше, чем полтора раза. — Андрей, скажи, пожалуйста, когда ты понял, что фильм все-таки получится снять до конца? Наверняка, вот когда 3 миллиона было на счету, а в планах 60, а сейчас ты мне говоришь, что 150, не было этого ощущения, что удастся пройти этот путь до конца. Когда ты понял, что все-таки да, и как это изменило, возможно, отношение к фильму, и съемочную, отношение внутрисъемочной команды? — Я тебе скажу, что вообще то, что этот фильм удалось снять и, скорее всего, удастся довести до конца, это настолько невероятное событие. Это, в принципе, невероятное событие, а для моей жизни, в масштабах моей жизни, это просто иными словами как чудо не назвать. Осознать это действительно очень нелегко. То есть мне с трудом верится, что это произошло, потому что, ну, представь себе, я задумал снимать кино, у меня не было для этого никаких предпосылок, что я его сниму, никаких. Я работал сценаристом, сценаристы неплохо зарабатывают, но это совсем деньги, близко не похожие на то, что нужно было. У меня нет там никаких знакомых, ни родственников, ни знакомых, ни богатых друзей, ни связей, ничего этого нет. Нет, я самый обыкновенный человек и не обладаешь никаким ресурсом дополнительным. И, естественно, мы там неоднократно слышим в литературе или еще откуда-то, что вот, дескать, мол, иди вперед, верь в себя, и все получится. Это все говорят, у кого что-то получилось, но в это с трудом верится, потому что, ну, как-то... Ну, когда ты просто это так звучит, ты думаешь, ну, конечно, да, звучит-то хорошо, но вот, как бы, тебе бы мои проблемы. Все равно ты понимаешь, что наверняка у этих людей есть какой-то большой процент везения или чего-то еще, и ты же не знаешь, как там бог распорядиться. И я, отвечая на этот вопрос, могу сказать, что я сейчас, только сейчас начинаю осознавать, что действительно, скорее всего, кино все-таки состоится. Сейчас уже, скажем так, предпосылок, что оно не состоится, осталось совсем немного. Осталось совсем немного. Да, ну, уже как бы, да. Но это, конечно, это просто невероятно, что это произошло. Это просто невероятно. И сопутствовало нам огромное количество... Во-первых, меня постепенно окружили, ну, просто потрясающие люди. То есть, команда, которая собралась, это ребята, которые... Они как-то... Я же их не искал, они в огромной степени находились... Сами приходили, и оказывалось, что это люди, там, обладающие личностными качествами, удивительными, там, талантами и каким-то душевным здоровьем и прочее. И вот это одна из очень важных составляющих. Потом этот народный сбор, это доверие, которое люди оказывают, это... Я помню, на «Бумстартере» первый сбор, до этого момента... Это было мое карманное кино, это был фильм, за который отвечал только я, моя задумка, она была моя личная, я ходил с ней. И вдруг в течение дня нам собирают миллион рублей, и пишут такие слова с такой надеждой, с такой верой в нас. Я помню, когда был в отпуске, отдыхал с семьей, я помню, что я просто... Я понял, что что-то поменялось, что-то изменилось. У меня охватилась, с одной стороны, такая, ну, радость, а с другой стороны, ужасная тревога, потому что я понял, что попал в какой-то совершеннейший такой вихрь, который сейчас куда-то понесет меня. Я понял, да, ответственности, что я отвечаю. А потом этих людей, этих денег стало 3 миллиона, а людей стало 4 тысячи человек. Я бы очень хотел их не разочаровать. Да, конечно, конечно. Семья, это вообще-то первая основная инстанция для меня. То есть это то, без чего точно бы ничего не получилось. То есть жена моя, которая меня... Это первый человек, который прочитал сценарий и давал ей читать его с дрожащими руками, потому что я знал, что это будет очень строгий суд. И если бы он ей не понравился, то это, возможно, вообще... То есть я просто бросил бы эту затею. И, конечно, я верить... Могу сказать даже, что сценарий этот писался, когда я был безработным. Это был конец 2008-го, начало 2009-го года. Кризис 2008-го, первый такой волнак. И я работал на большом проекте на студии РВС. Этот проект закрылся просто. То есть вы просто закрыли. И я остался без работы. Ну, у меня, конечно, там, поскольку это многосерийный сериал, там какие-то... Какие-то деньги там еще у меня оставались, но все равно, по идее, мне надо было бежать искать работу. А я подумал, что это отличный момент для того, чтобы заняться панфиловцами. И кто только не сказал тогда моей жене, что, дескать, мол, это самое... Че, Андрей, на работу-то не устраивается. Она говорила, ну вот он пишет сценарий. Но это, конечно, звучало... Трудно было поверить в то, что это во что-то воплотиться. Это была исключительно ее вера. Поэтому, конечно, семья это... Ну и дети все мои, конечно, они меня поддерживают. Много детей? Пятеро? Пятеро? Да. Самым старшим? 23. Самым младшим? Три. Три. У нас вот такой тонкий момент сейчас. Мы все-таки все в интернетах. Копия будет появляться очень быстро. Люди будут сидеть в кинотеатрах, снимать на камеру, выкладывать, другие люди скачивать. А твое отношение к этому? Ну, я к этому отношусь, в общем-то, спокойно. Потому что я считаю, что пиратство, оно не способно отнять кассу фильма. То есть, оно... Это просто люди, которые все равно не придут в кино. Их мы туда просто не смогли затащить. Они посмотрят это у себя дома. И слава богу, я же как бы как художник должен радоваться тому, что мои произведения в массу уходят. Поэтому у меня крайне спокойное отношение к этому. Конечно, это будет, слава богу. Это будет нас хорошо характеризовать, что нас кто-то хочет посмотреть. Хорошо. Ну и... Так вот, будем потихонечку закругляться. Если ты хочешь что-то сказать, ты абсолютно спокойно можешь это сделать, донести какую-то... Я хочу сказать спасибо огромное тем, кто нас поддерживает все это время. И потому что я считаю, что вот эти чудеса, которые с нами произошли, со мной в частности, все это происходит благодаря вере людей в то, что что-то получится. И я очень рад, что эта вера так, в общем-то, светла. Потому что сейчас в наше время, конечно, очень сильна тенденция того, что, в общем, все плохо. И кругом обман, предательство там и прочее. И верить во что-то такое светлое трудно. Но, как я вижу, людей, которые готовы поверить, очень много. Это безмерно радует. И я этим людям всем очень сильно благодарен. Такое вот спасибо огромное. Ну и спасибо тебе, конечно, что ты тут устраиваешь для меня это интервью. Да. Спасибо Мише Федорову. Мишке, да. Ну что, на этом потихонечку закругляться будем. Спасибо. Спасибо.